Именем беженцев с Украины начали спекулировать мошенники в Нижегородской области. В одном из магазинов Балахны две женщины подошли к 77-летней Елизавете Константиновой и попросили гуманитарной помощи. Пенсионерка пригласила их к себе домой, а те якобы предложили избавить ее от порчи. В результате бабушка лишилась всех денег и драгоценностей. До сих пор она не может отправиться от шока. Ой, мамочка, я... Листочек раскрыла из тетрадки. Вот какие у вас есть деньги, давайте вот. Ну, я ей один в этом пакете молочном деньги лежали. У вас еще есть деньги, давайте еще деньги. Вот знаете, как гипноз какой-то. Вот что она говорила, то я и делала. Я не... что скажет, то я и делала. А давайте, у вас есть драгоценности какие-нибудь, давайте. Я вот из этого пищеварю лежала. Кольцо да серьги золотые, с камушком, с рубином, и перстенечек, и сережечки. Вроде при мне она ложила это самое все, в пакет даже звякнули эти железки, все. После этого она почувствовала себя лучше, они ушли. И сказали, что эти пакеты она не разворачивала ровно сутки. Когда через сутки она развернула эти пакеты, то оказалось, что там ни денег, ни золотых украшений не было. Копила. Кроме булки французской, да... Копила я на ремонт. Был составлен словесный портрет этих женщин. На текущий момент лица не установлены. Они такие прям добрые, на вид. Это женщина, которая меня лечила. Прям такая, ну, как божья коровка прям. Наш район тоже населяет жителей Украины, поэтому преступные элементы, они будут этим делом спекулировать. Будут обращаться к гражданам о помощи, поэтому, чтобы граждане были бдительны, и по каждому факту были недоверчивыми. А если у них какие-то подозрения возникают, обращались в полицию. Кстати, всего мошенницы похитили у пенсионерки 40 тысяч рублей. Известно также о подобных случаях в Дзержинске. Сотрудники полиции подозревают, что таким образом обманывают доверчивых людей представители цыганской группировки.